Кинотеатр «Урал» построен в 52-м году прошлого века. Последний раз капитальный ремонт здесь был в 80-х годах. Шесть лет назад эти стены обетшали настолько, что единственный в городе кинотеатр пришлось совсем закрыть. Фасад начал разрушаться. Здесь вот, если вы видите тоже фотографии, была очень красивая крыша, была украшена она. Вот это все начало крошиться и разрушаться, и буквально падать людям наголо. Поэтому пришлось это все быстро убирать. Кроме того, одна из стен дала серьезную трещину. Этот кинотеатр всегда был не просто главным центром развлечения, центром всей жизни города. В архиве, который собрали работники библиотеки, очень много документов о нем. Десятки фотографий, статьи из газеты, даже документ о первом упоминании в год закладки. Местные говорят, жителю большого города, где и кинотеатр, и на каждом углу такую трепетную любовь не понять. Здесь было очень много гостей, в том числе знаменитых актеров сюда приезжали. И проводили здесь встречи. И, естественно, каждый показ фильма для города становился большим событием. Это культурное мероприятие. Ходили сюда семьями. Также семьями жители города встали и на защиту кинотеатра. Губернаторы буквально забросали письма без просьбы о ремонте. В одиночку город финансовой работы бы не потянул. Советную сумму в 30 миллионов рублей область выделила в этом году. 5 миллионов рублей добавил фонд кино. На федеральные средства купили оборудование. Это новейшее оборудование, современное, которое показывает, естественно, кинофильм. И все во всех силах невозможно. 3D, 4D и так далее. За звук тоже соответствующий. Даже бывшие работники Урала не сразу смогли вспомнить, когда и что последний раз здесь смотрели. Общими усилиями. Но все-таки пришли к выводу, что это была кинолента «Девятая рода». Сегодня уже на новом экране зрителям показали отрывки из фильма «Экипаж». И жители Миндогорска почувствовали разницу. Конечно же, поражает воображение, такое впечатление, мы в большом каком-то современном городе. С сегодняшнего дня здесь не просто вновь стали крутить кино. Миндогорск отныне будет наслаждаться премьерами. На ближайшие сеансы билетов, конечно же, уже не достать. К наплыву киноманов готовятся и в кафе. Ведь даже самая блистательная картина без попкорна уже не смотрится. Ольга Батрушева, Константин Воробьев. Наше время.